Лето подходит к концу, я делаю традиционно топ самых важных смартфонов уходящего полугодия и самое что интересно за эти полгода я перещупал огромное количество разных смартфонов, абсолютно разных смартфонов, поэтому уже как бы пора, пора уже подвести собственные итоги и что самое интересное в этой подборке будут смартфоны из абсолютно разных ценовых позиций, их будет очень немного, я назову всего три смартфона которые меня по-настоящему торкнули в этом году и несколько смартфонов которые могли бы попасть в этот мой личный топ, но не попали, начнем Со многими из этих позиций вы можете согласиться, можете не согласиться и вполне вправе высказать свое мнение в комментариях к этому видео без перехода на личности, давайте друг друга уважать OnePlus 6, я встану на защиту этого смартфона потому что в этом году очень многие люди отвернулись от этого устройства и даже среди журналистов и блогеров нашлось много людей которые критикуют его за монастырь Хотя очень странно, я наблюдаю ситуацию, что одновременно с этим находятся люди которые с одной стороны критикуют OnePlus 6 за монобровь и в этот же момент хвалят Huawei P20 Pro, у которого есть монобровь Мне кажется это очень странным и нелогичным, к тому же допустим наличие моноброви у того же 10 айфона никак не сказывается на популярности этого смартфона и на то что его везде раскупают И так же это относится и к другим брендам, давайте относиться к этому спокойно Да, монобровь она существует, да так сложилась ситуация на рынке, что монобровь есть у многих смартфонов И давайте мы наверное сейчас не будем вообще обсуждать у кого монобровь красивее, у кого страшнее, в этом нет никакого смысла Если углубляться в такие глубины, то мне кажется что монобровь у OnePlus 6 это не самое страшное из того, что есть на рынке в принципе OnePlus 6 работает быстрее и стабильнее, чем Pixel 2 XL А учитывая то, как долго OnePlus поддерживает обновление своих смартфонов, а на секундочку даже OnePlus 3 и 3T получили 9 Android То стоит сделать вывод, что покупка OnePlus 6 это выгодная инвестиция в технику все же OnePlus 6 это и топовое железо, и топовая программная составляющая К тому же это идеальное сочетание и адаптация железа и софта То есть покупая сейчас OnePlus 6 у вас есть огромный выбор всего У вас есть отличный софт, отличное железо, огромный выбор аксессуаров, беспроводные наушники, которые делает компания Классные защитные стекла, огромное количество крутых чехлов и так далее То есть это тоже своего рода целая экосистема И человек, который выбирает себе смартфон, у OnePlus в этом году точно не прогадает Да, у этого смартфона не самая лучшая камера на рынке, но спустя несколько обновлений она вполне себе самодостаточная Она неплохо снимает видео, она неплохо снимает фотографии, там уже починили HDR К тому же некоторые золотые ручки научились устанавливать на OnePlus камеры от компании Google И добиваться отличного как бы результата, поэтому почему бы и нет Это отличный смартфон, это не страшный смартфон, я так не считаю Redmi Note 5 Смартфон, который мне кажется компания Xiaomi создала чисто случайно Вернее, создавала этот смартфон и сама даже не понимала, насколько это будет хитяра И этим самым она подложила себе в неком смысле свинью Потому что после выхода Redmi Note 5 выходили и другие смартфоны компании Xiaomi в бюджете от 250 до 300 баксов И фанаты компании Xiaomi реагировали так Да нахрен он нужен, если есть Redmi Note 5? Ну действительно, зачем? И отчасти я могу согласиться со многими людьми, потому что получился ну почти идеальный смартфон Почти идеальный смартфон по соотношению цена-качество Великолепная камера, прочный корпус, огромный экран широкоформатный К тому же, да, у смартфона, к сожалению, нет NFC Но я подчеркну, что за 250 баксов очень мало хороших смартфонов, у которых тоже есть NFC У Redmi Note 5 его нет, ну, как бы придется терпеть Однако за эти деньги вы получаете первоклассный смартфон, который к тому же уже поддерживает MIUI 10 То есть, грубо говоря, потенциальный покупатель Redmi Note 5 автоматически заскакивает в уходящий поезд под названием Эти смартфоны будут обновляться Вот уже почти год, как я использую iPhone X И не раз возникал вопрос и у меня, и со стороны аудитории А стоило ли, овчинка выделки, стоило ли покупать смартфон за такую бешеную стоимость на старте продаж И чем больше я пользуюсь X iPhone, тем больше я сам говорю себе, что точно стоило X iPhone создавались с очень большим трепетом И это можно прочувствовать лишь тогда, когда у тебя за спиной долгие месяцы тестов всех других смартфонов Как случилось в моем случае Я ответственно заявляю, что на рынке сейчас нет смартфона, который бы так же дорого ощущался в руке Который был бы так же удобен с точки зрения компактности и габаритов и удобства работы с интерфейсом Для меня X iPhone стал золотым стандартом и форм-фактором среди всех смартфонов Это одновременно и компактный смартфон, и смартфон с достаточно большим экраном Как бы ни глючило iOS 11, сейчас используя iOS 12, у меня есть четкое понимание, что осенью этого года iPhone опять станет тем самым устройством, ради которого миллионы людей несколько лет назад выбирали iOS как главную операционную систему Поэтому iOS 12 должна полностью исправить всю ситуацию, она станет гораздо быстрее, она станет стабильнее Недавно произошла смешная ситуация, я сидел в Киеве на презентации Xiaomi A2 Там показывали слайд продаж смартфонов за какой-то квартал 2018 года И смартфон Xiaomi вошел в пятерку лидеров по продажам Угадайте, какие первые 4 смартфона больше всего продавались на территории нашей страны? Это были 4 iPhone'а 4 самые дорогие модели смартфона на рынке вообще То есть, понимаете, на пятом месте находится Xiaomi, который стоит около 200 баксов А первые 4 места, это самые дорогие смартфоны на рынке Один из журналистов просто схватился за голову и сказал Как они это делают? Как у них это получается? Продавать самые дорогие смартфоны больше, чем смартфоны, которые стоят по 200-300 баксов И, ну, у меня у самого нет ответа на этот вопрос Почему я остаюсь на iPhone X и дальше буду им пользоваться? Есть три конкретные причины Во-первых, это экран Я до сих пор искренне убежден, что экран 10-го iPhone гораздо лучше, чем все экраны, которые существуют на рынке Лично для меня экран 10-го iPhone даже лучше, чем экран Galaxy S9 Plus И даже лучше, чем экран, к примеру, Galaxy Note 9 Это мое субъективное мнение Спустя долгие месяцы сравнения этих смартфонов лоб в лоб Несмотря на то, что YouTube обозначил самым крутым смартфоном для потребления контента именно Galaxy Note 9 С точки зрения адаптации кодеков, поддержки HDR и прочих вещей В целом, по цветопередаче, по приему фотографий, редактированию и прочим вещам Для меня это топовый экран Вторая причина Face ID Если у вас никогда не было 10-го iPhone, вы никогда не поймете, насколько это удобно Вы не представляете, насколько удобно при помощи Face ID вводить пароли и заполнять формы на сайте и в приложениях Я называю это эффектом автоматических дверей Когда вы ходите в супермаркет постоянно в какой-то один, в котором автоматически открываются двери Потом вы приходите в супермаркет, где двери ручные, стоите и ждете, когда же они откроются Точно так же происходит, когда вы переходите с 10-го iPhone на Android-смартфон Вам нужно ввести какой-то пароль, ввести какие-то данные На iPhone 10 вам делать ничего не нужно вообще Он автоматически запускает Face ID, считывает информацию с лица и пропускает вас дальше На Android вам приходится нащупывать сканер отпечатка пальца Казалось бы, разница несущественная Очень существенная Безумно существенная Просто передать не могу, насколько Face ID это крутая штука Да, к сожалению, на Android до сих пор нельзя использовать сканер лица Для того, чтобы вводить пароли и рассчитываться деньгами в интернете Увы, но на iPhone это реализовано Это безумно удобно К этому настолько привыкаешь, что потом ты как без рук Третья причина, по которой я остаюсь все-таки на iPhone Это жесты и управление самой операционной системой На сегодняшний день пошел такой тренд, что смартфоны становятся бескнопочными И интерфейсом нужно управлять при помощи жестов Идеальная реализация сейчас на iOS у iPhone X После этого идет MIUI 10 Как ни странно Я всячески пытаюсь привыкнуть к новым жестам в девятом Android На чистом Android у меня просто не получается Мне кажется, это неудобно Увы, но вот так К управлению и жестам на 10 iPhone привыкаешь за один день И потом она просто, я не знаю, она заходит тебе в голову И она как-то, я не знаю, это какая-то моторика Это настолько продумано, что ты берешь другой смартфон И начинает повторять просто такие же действия А она не работает у тебя И ты начинаешь злиться, раздражаться Ну, как-то так Вот так вот я вкратце рассказываю вам про три своих смартфона На iPhone я уделяю больше внимания Потому что наверняка возникнут вопросы у аудитории Почему вообще мы говорим сейчас про 10 iPhone В топе три смартфона 2018 года А теперь поговорим о еще двух смартфонах Которые могли бы сделать из топ-3, топ-5 Но так не произошло Huawei P20 Pro Безусловно, это большой рывок компаний в этом году С точки зрения фотофлагмана С точки зрения дизайна Я признаю, что это необычный смартфон Мне дизайн действительно Huawei P20 Pro нравится Вот задняя крышка, красивый смартфон Камера тоже Ну, местами бывает чудит, но камера замечательная И в некоторых режимах съемки она действительно переплевывает вообще все, что есть на рынке И Google Pixel переплевывает, и Galaxy переплевывает, и так далее, и тому подобное Но есть один камень преткновения Это графическая оболочка Huawei Ну, это не мой вариант Мне она не нравится, я не могу ей пользоваться И проблема даже в том, что кастомизировать смартфон Huawei Поставив какую-то стороннюю оболочку Тоже приходится немножко позаморачиваться И даже когда ты поставишь на нее там новый лаунчер Либо Apex лаунчер Либо Google лаунчер Все равно графическая оболочка Huawei Дает о себе знать очень часто Элементы интерфейса всплывают Шторка уведомлений старая Ну, в общем, как-то не заладилась у меня С графической оболочкой от Huawei Хотя я признаю, что эта компания действительно метит название лидера Вообще среди всех смартфонов Второй смартфон это Galaxy S9 Plus Да, именно Galaxy S9 Plus Ни Samsung Galaxy Note 9 Ни обычный S9 Это смартфон, который мне очень нравится Которым я до сих пор пользуюсь Но я не мог его внедрить как-то в топ Потому что по факту это Galaxy S8 Plus Это по факту тот же самый смартфон Значительных изменений не было Точно так же, как в Galaxy Note 9 Нет значительных изменений по сравнению с Galaxy Note 8 Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз Поэтому 2018 год для компании Samsung Стал, скажем так, очень плоским и нейтральным Это момент выжидания Да, просто тянем резину Пока готовимся к выходу Galaxy S9 Чтобы в очередной раз заявить свою позицию лидерскую Чтобы стать лидером опять на рынке Чтобы сказать, что вот мы самая технологичная компания Пока так, просто логичное обновление линейки Старый дизайн, который пришелся, кстати, на пользу этому году Этому рынку, потому что у всех монобровь У Samsung нет моноброви Но все-таки я не стал включать смартфоны Samsung в свой рейтинг Ну, потому что пока не за что, к сожалению Сегодня я назвал вам три своих самых, скажем так, любимых смартфонов В 2018 году это OnePlus 6, это Xiaomi Redmi Note 5 и это iPhone 10 Было огромное количество других смартфонов, про которые можно было бы рассказать Можно было бы рассказать про новый Meizu 16, который действительно получился интересным Но еще рано о нем говорить, потому что я его только тестирую Galaxy Note 9 и так все понятно Есть еще один смартфон, про который я уже пообещал, не буду рассказывать ничего Тоже упущу все эти моменты Вы напишите в комментариях, какой лучший смартфон в 2018 году лично для вас А самое главное, аргументируйте свой ответ Подписывайтесь на канал в Телеграме, подписывайтесь на Инстаграм Туда я выкладываю огромное количество фотографий, снятых на смартфоны Современные флагманские смартфоны И все, ставьте колокольчик, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok